Издательство Эксмо. Сборник. Дачные истории на террасе. Сергей Аксаков. Семейная хроника. Первый отрывок из семейной хроники. Степан Михайлович Багров. Переселение. Семейная хроника. Событие совершилось очень просто. Три поколения сряду, в роду его было по одному сыну и по несколько дочерей. Семейная хроника. Стал он часто слышать об уфимском наместничестве. О неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы, всех плодов земных. О легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Семейная хроника. Семейная хроника. — А что? Знаком, добрый человек? Давай говорить об мой дела. Тюба. Волость. Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы. Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен, наигрались на чебызгах, наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавший языком, покачав головой и, несмотря в лицо спрашивающему, с важностью скажет в ответ. — Пора, не пришел, еще баран тащи. Чебызга. Дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга — чудное явление в мире духовых инструментов. Баран, разумеется, притащат, вина, меду нальют и вновь пьяные башкирцы поют, пляжут и спят, где не попало. Но всему в мире есть конец. Придет день, в который родич скажет уже, прямо смотря в глаза спрашивающему. — Ай, бочка, спасибо, больно спасибо. Ну что, какой твой нужда? Тут, как водится, с природную русскому человеку ловкостью и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет. А наслышался он, что башкирцы — больно добрые люди. А потому и приехал в Уфимское наместничество и захотел с ними дружбу завести и прочее, прочее. Потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель, до неблагонадежности припущенников, которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут. Да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там их согнать их не смеешь, и надо с ними судиться. За такими речами, сбывшимися с поразительной точностью, последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель, и за самую уничтожную сумму покупаются целые области и заключают договор с судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли, ибо кто же ее мерил? Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату по заключенному договору на известное число лет живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников по окончании договорного срока не оставила земель башкирских. Из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства с нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии. И вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян. Обыкновенно границы обозначаются урочищами. Например, вот так. От устья речки Канлы-Элга до сухой березы на Волчьей тропе. А от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор. От лисьих нор до Салтомраткиной борти и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысяч десятин земли. И за все это платилось каких-нибудь сто рублей, разумеется, целковыми. Да на сто рублей подарками, не считая частных угощений. Полюбились дедушке моему такие рассказы. И хотя он был человек самой строгой справедливости, и ему не нравилось надувание добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения, и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть достигнуть главной цели своего намерения. Ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслью, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже не молодой, предпочитал всему. И так, накопивши несколько тысяч рублей, простившись своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Арины, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетних дочерей и особенно новорожденного сына единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что, что в них проку, ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда, Алексей, сказал на прощание мой дедушка и отправился за Волгу в Уфимское наместничество. Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка? Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста. Но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды, стряхивает в себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темно-голубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот, все это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу. Волосы у него были русы. Не было человека, кто бы ему не верил. Его слово, его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования. Русскую грамоту знал плохо. Но, служа в полку еще до офицерского чина, выучился он первым правилом арифметики и выкладки на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском званиях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю. Слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений, что разбойники знали его в лицо и боялись как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрова тоже, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при сыпке и отпуске хлеба, смотрел редко да метко, как говорят русские люди, и уж прошу не прогневаться, если замечал, что дурное, особенно обман, то уж не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал по-своему. Наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному. Наказать денежным взысканием тоже. Разлучить семейством, отослать в другую водчину, употребить в тяжелую работу тоже. И еще хуже, ибо отлучка от семейства несомненная порча. Прибегнуть к полиции, боже помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватым, как по мертвым, и наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева. Прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались. Иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться. Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае, кстати, объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки. И хотя у него было 180 душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам от какого-то варяжского князя, он ставил свое 700-летнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин. Итак, вот каков был Степан Михайлович. Теперь возвратимся к прерванному рассказу. Переправившись через Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую Луговою, переехал Черемшан, Кондурчу, через красное поселение Слободу, селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Суркута в Большой Сок. Сергиевск ныне заштатный город, давший свое имя, находящимся в 12 верстах от него серным источником, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в Уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде около Абдуловского казенного винного завода показались леса. В уездном городе Бугуруслане, расположенном по высокой горе над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня «Кинель-река небыстра, глубока, только тиниста», в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтобы порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях. В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам. Все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам-башкирцам. Или были уже заселены их собственными припущенниками. Или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинские уезды. Из некоторых частей двух последних составлен ныне Новый Белебеевский уезд. Побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательны. И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек. Но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за собою бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся, как язвы, слово «тяжба», решился купить землю, прежде купленную другим владельцам, справленную и отказанную за него судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спор. Казалось, что суждение его было справедливо. Но на деле вышло совсем другое, и меньшой внук его, уже будучи сорока лет, покончил последний спор. С сожалению, воротился с берегов Ика и Дема дедушка мой в Бугуруслан, и в двадцати пяти верстах от него купил землю помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрый, глубокий и многоводный. На сорок верст протяжения от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр оба берега его были не заселены. Что за угодье? Что за приволье было тогда на этих берегах? Вода такая чистая, что даже в омутах, сожжений в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку. Местами росла густая урема из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек. Местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло, боярская спесь, скарлозубец, царские кудри и кошачья трава, валериана. Уремы называются лес и кусты, растущие около рек. Бугуруслан течет по долине. По обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, от логии, а иногда и крутые горы. По скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес. Поднимешься на гору, там равнина, непочатая степь, чернозем, воршин глубиною. По реке и окружающим ее инди-болотом все породы уток и куликов. Гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух. На горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучную травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами. Там водилась во множестве вся степная птица. Дров и журавли, и стрепета, кроншнепы и кречетки. По лесистым отрогам жила бездна тетеревов. Река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду, щуки, окуни, головли, ези. Даже кутемы и лох изобильно водились в ней. Всякого зверя и в степях и лесах было невероятное множество. Словом сказать, это был, да и теперь есть, уголок обетованный.